200 лучших инспекторов природоохраны собрались под Минском, чтобы отточить свое мастерство, а заодно испытать новое оборудование. Задержание, конвои, рукопашные бои, каждый учебный сбор – новый неожиданный сценарий. Татьяна Кашпур с подробностями. Как рыбак никогда не забудет свою самую крупную рыбу, так и инспекторы помнят всех выдающихся нарушителей. А на своем веку защитники флоры и фауны повидали немало. Лет 6 назад, наверное, самый масштабный у нас было 2-3 жителя города Полоцка задержано, где количество особей 897 штук составило. По весу там около 40 килограмм, но ущерб очень на тот момент, очень крупный ущерб был, там особо крупные выходили, где-то по долларах, по-моему, 14 тысяч долларов. Или вот один из последних случаев. В Лунинецком районе рыбак-браконьер пытался скрыться от природоохраны на лошади. У азик-инспекторов хотя и быстрее, но конь маневреннее, так что силы были равны. Внимание, подвесы урожителя, вперед! Мы находимся в ночной обстановке. А эти кадры, видя уже с тренировки, 200 лучших представителей охраны природы собрались вместе из всех регионов Беларуси, чтобы отточить мастерство, а заодно испытать новое оборудование. На вооружении защитников флоры и фауны находятся средства для принудительной остановки транспорта «Лиана». На металлической растяжке расположены заостренные полы и внутри шипы, которые легко прокалывают колеса, и воздух и шин выходят практически моментально. Обычно экшен в жизни госинспектора встречается нечасто. Пойманные с поличным браконьерами предпочитают сразу сдаваться. Но в погоне, стрельбе и даже рукопашном бою участвовал, наверное, каждый опытный защитник природы. Я уже работаю около 12 лет, поэтому такого страха не испытываю. Перед каждым рейдом, конечно же, инструктируем членов рейдовой группы о мерах безопасности. И в ходе ее проведения, в ходе рейда, страхуем друг друга. Это обязательное условие. Учебные сборы каждый раз проходят по новому, неожиданному сценарию, ведь в жизни мало предсказуемых ситуаций. Охотник априори опасен. Он идет на дело с ружьем. И как поведет себя во время паники браконьер, предсказать невозможно. Татьяна Кашпур и Виктор Борисов, агентствователи новостей. Продолжение следует...